Украина занимает полностью обструкционистскую позицию. Вам один пример. Минские договоренности говорят, надо отвести силы и средства на определенную дистанцию от линии соприкосновений. Просто. Не то, что там в каком-то конкретном, а везде. И когда в декабре 2019 года был нормандский саммит в Париже, накануне саммита эксперты согласовали заявление, итоговое заявление лидеров. И там был пункт разведения сил и средств к такому-то сроку по всей линии соприкосновений. Завизировано уже было экспертами и министрами и советниками. Президент Зеленский сказал, я на это пойти не могу. Я могу согласиться только на разведение в трех новых пунктах пропуска, в трех новых районах границы линии соприкосновений. И лидеры Германии и Франции просто опешили. Как это так? Когда Украина всем трезвонит на каждом углу, что для нее главное решение проблем безопасности на земле, и вдруг президент, с которым связывали столько надежд на продвижение к миру, который сделал лозунг об установлении мира на Донбассе главным в своей избирательной кампании, вдруг сказал, нет, я не буду разводить силы и средства, только могу в трех деревнях это сделать. Это уже наводит на мысли. Можно долго сокрушаться по этому поводу, но главная причина заключается, я убежден, в неспособности или нежелании Берлина и Парижа заставить их подопечных в Киеве прекратить подрывать минские договоренности. Когда президент Зеленский говорит, минские договоренности нам нужны только для того, чтобы сохранять санкции против России, иначе я бы из этих договоренностей вышел, и полное молчание из Парижа и Берлина. Когда представитель Киева в контактной группе, бывший президент Кравчук, заявляет, что минские договоренности это главное препятствие на пути урегулирования проблемы Донбасса, и это означает только одно, что они мешают Киеву силой попытаться восстановить там свои порядки. Когда очередной член делегации Киева в трехсторонней, в этой контактной группе, господин Резников, заявляет, что минские договоренности, может быть, и ничего, они плохие, но они, во-первых, не юридически обязывающие, они просто политическое пожелание, полная неграмотность, потому что минские договоренности одобрены Советом Безопасности ООН в единогласно принятой резолюции, тем самым стали частью международного права. А еще он заявляет, что там можно кое-что местами поменять, главное сначала ввести украинских пограничников и занять всю границу с Российской Федерацией, тем самым окружив Донецкую и Луганскую народные республики, а когда украинские силовики их возьмут в окружение, там уже выборы можно и не проводить. Они там назначат каких-то генерал-губернаторов, посадят в тюрьму всех руководителей, потому что они названы террористами. Поэтому сейчас для меня главное это понять, что о себе думают французы и немцы, когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом, они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу, и ничего публичного не произносят. Если установка, что нельзя обижать страну, вернее руководство Украины, с которой связана одна из надежд на сдерживание России, ну тогда пусть нам так прямо и скажут. Тогда мы уже будем по-другому устраивать свои действия на этом направлении. Дорожная карта, которую поначалу предложили разработать много лет назад, еще три или четыре года назад немцы и французы, сейчас эта идея снова всплыла. На том этапе замысел был в том, чтобы синхронизировать движение по треку безопасности, разведение сил, отвод тяжелых вооружений, обеспечение пунктов пропуска, чтобы они функционировали комфортно для гражданских лиц, и меры в сфере политического регулирования, продвижения по статусу, подготовки выборов, амнистии и так далее. Тогда этого не получилось, потому что украинская сторона категорически воспротивилась именно такому параллельному движению, и стала говорить сначала все вопросы безопасности решить надо, а потом мы будем думать про политическое наполнение. В это уперлась, кстати, сказать в свое время и тема выборов, поскольку по минским договоренностям, если их читать без политизации и без идеологических шор, там написано, сначала надо обеспечить специальный особый статус Донбасса, а потом уже на основе этого особого статуса проводить выборы. И компромисс между вот этими двумя, вернее, а Украина говорила, давайте наоборот, сначала мы проведем выбор, а потом в зависимости от того, кого там изберут, если он нам понравится, мы дадим особый статус, не понравится, не дадим. И тогда был достигнут компромисс с участием президента Путина, лидера Франции, Германии и Украины, так называемой формулы Штайнмайера, которая синхронизировала проведение выборов и предоставление специального статуса этому региону. Это все было подтверждено в декабре 2019 года на саммите в Париже. Зеленский, президент Зеленский, обязался воплотить эту формулу Штайнмайера в законодательство. Ничего этого сделано не было. И из парижских решений выполнено было немного, в частности, на нескольких участках состоялось разведение сил и средств, ну и небольшой обмен пленными и удерживаемыми лицами. Кстати, попытки согласовать еще один обмен, который продолжали все эти месяцы, окончились провалом из-за позиции Украины, которая выдвигала все больше и больше каких-то искусственных требований. Поэтому республики при нашей поддержке, как вы знаете, объявили, что в ближайшее время планируют просто в духе доброй воли передать часть украинских граждан, которые удерживаются на территории ДЛНР, Киеву в одностороннем порядке. Пусть хотя бы украинская власть испытает чувство стыда за то, что обмен всех на всех, как договаривались раньше, затягивается по причинам, которые не имеют никакого отношения к гуманитарным соображениям. И сейчас, когда советники лидеров встречались, опять была предпринята попытка сделать какую-то дорожную карту, чтобы, если уж пытаются представить минские договоренности как договоренности непрямого действия, давайте тогда расшифруем каждый шаг, который там предусмотрен. Хотя...